Грани правды. Понятно о сложном. Цепляясь своим всем нутром, да, который для нас был негативным, цепляясь и прежде чем мы перейдем непосредственно к теме нашего сегодняшнего эфира, а тема нашего сегодняшнего эфира это некая попытка понять все-таки, да, основные причины, основные тренды, которые были в 2016 по поводу пресловутого закона. О семейном насилии. Помимо этого, да, мы сегодня попытаемся подвести итоги. Итоги у нас следующие. Вот у нас Армен Веленович пришел. Армен Веленович, здравствуйте. Здравствуйте, Армен Веленович. Вы ничего не упустили, поскольку у нас сейчас идет подведение итогов. Какой же у нас был 2016? Давайте пойдем все-таки по порядку. Апрель. Апрельская четырехдневная война. Попытка опять-таки решить со стороны гособразования Азербайджана. Попытка силовым способом решить Арцахско-Азербайджанский конфликт. Арцахско-Азербайджанский конфликт. Конечно, Азербайджан был в своем репертуаре. Конечно, были жертвы среди мирного населения. Конечно, было глумление над стариками и женщинами. Напомню, что отражение аппельско-агрессии около 100 человек с армянской стороны погибло. С той стороны есть данные от 800 до 2400. Мы знаем, что азербайджанская сторона усиленно замалчивает. Кстати, ввиду вас в курсе дела, уважаемые радиослушатели, оказывается, Азербайджан, как они так думают, победил в этой войне. Но как он победил, они сами понять не могут. В любом случае, апрель 2016 обошелся нам очень и очень дорого. Но выбора у нас нет. В случае повторения, естественно, мы все готовы, кстати, еще раз всей нации, не страной, а именно всей нации встать на защиту своей Родины, как это было в апреле 2016. Лето 2016. Захват полка патрульно-постовой службы в центре города со стороны вооруженной группы Сосна-Царай. Общество разделилось на две части. Одна часть остервенела, защищала эту попытку вооруженного протеста, назовем ее так. Другая часть не менее остервенела, осуждала. Кто прав или кто виноват, до сих пор не ясно. И там тоже были жертвы, три полицейских. Хронологию не буду повторять, мы все ее знаем. После этого, в течение двух недель очень сложных, тяжелейших переговоров, люди, которые были в этой группе, сдались и сейчас идут определенные процессы. Именно летние, именно захват полка ППС, летние вот эти все события показали, насколько в стране и не только в стране, а вообще глобально в нации есть некий, это страшное слово, но я по-другому не могу назвать, раскол. Раскол восприятий, миссии, восприятий задач, которые стоят перед нацией, которые стоят перед страной, которые стоят перед армянством. Ну, что сказать, нам еще всем придется очень долго переосмысливать, очень долго делать выводы, хотя некоторые выводы уже сделаны. Выводы, о которых сделаны были. Смена правительства, уход невнятного правительства Ловика Абрамяна и приход эффективного менеджера, как заявляется, да, человека, у которого более или менее такой серьезный рейтинг, как в стране, так и за рубежом, эффективного управления с коленокарапетянок, который начал, казалось бы, разрушать ту систему, которая выстроилась в стране и которая в конечном итоге привела к тому, что мы сейчас расколоты на про и анти. Что же у нас сейчас происходит? А у нас происходит следующее. Да, есть определенные изменения. Да, скажем там, цены на бензин пошли вниз. Да, ожидается в 2017 понижение цен на газ, на топливо, на свет, в конце концов. Да, ведется, казалось бы, борьба с монополиями. Но для меня, честно говоря, несколько непонятно, как можно вести борьбу с монополиями, находясь в системе, которая эти монополии же и породила. Как это получится, ну, у премьера я не знаю. Мне кажется, никто не знает, кроме него. Что ж, нам остается только пожелать. И сегодняшний итог. Бои. Бои на границе атакованы территории Республики Армения со стороны разведывательно-диверсионной группы азербайджанских вооруженных сил. С нашей стороны трое погибших, с их стороны, по данным Министерства обороны Республики Армении, не менее семи человек. Из коих, как я понимаю, один человек, один диверсант на нашей стороне. То есть, тут еще нам предстоит, скорее всего, также обмен, вернее, не обмен, а возвращение тела погибшего диверсанта. То, что его вернут, я не сомневаюсь. Армяне никогда не воевали с мертвыми, в отличие от наших новоприбывших соседей. Что ж, все идет как идет, все идет в понятной логике ненависти, в понятной логике неприятия всего армянского. И прежде чем мы уйдем на рекламу, я бы хотел двумя словами анонсировать еще одно событие, которое было в 2016 году, о котором мы сегодня будем говорить. Это провал фактически принятия закона о семейном насилии в Армении. Почему закон разделил страну на две части? Почему закон, с одной стороны, одна часть общества, будем их называть так, остервенела, тоже билась за принятие этого закона, а другая часть всеми силами, используя фактически все возможности, да, ну, я имею в виду о законных возможностях, почему же вторая часть так яростно сопротивлялась? Попробуем сегодня поговорить также и об этом. А сейчас реклама. Радио. Грани. 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 Правды. Грани правды. Правды. Доступно о главном. Доступно о главном. Попытались подвести, вернее, подвели все-таки итоги 2016-го, подвели бегом, потому что на самом деле год был очень тяжелый. Однако сейчас будем говорить о том законе, который разделил страну, условно, на два непримиримых лагеря. И продолжение этой истории, оно будет и в 2017-м. Поэтому мы сегодня решили все-таки пригласить к нам людей, которые не понаслышке знают об этом, обо всем. Но прежде чем перейти к представлению наших гостей, Армен Виленович. Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня у нас последняя передача в этом году. К сожалению, в будущем году мы снова будем встречаться. Я на это надеюсь, Армен Владимирович уже все пересказал. Так что я мог еще спокойно на полчаса опоздать. Ближе к телу, как говорит Кидомо, пацан. Говорил Ле. Давайте мы все-таки передадим, значит... Представляю наших гостей. Да, очаровательно. Асмит Петросян, психолог, директор детского центра. Республика Армения. Да, Республика Армения. Армен Саакен, координатор движения в защиту семьи. Республика Армения. Ребята, я вам буду сегодня оппонировать. Я выступаю, условно, да, скажем, я выступал Лиза Спатангана. То есть, ты, предположим, заприняйтесь закону о семье. Попытайтесь меня переубедить. Кто начинает? О чем закон? Во-первых, здравствуйте. Я хочу начать с выражения соболезнований семье наших погибших солдат и поблагодарить всех солдат за то, что мы сейчас спокойно можем сидеть и разговаривать о разных непонятных законах. И пусть будет мирное небо нашим солдатам с наступающим. И что касается закона, я... Значит, весь закон строится на слове предполагаемый, потому что если это слово из закона убирается, то... Я помню, речь идет о законе, о семейном насилии, да? Да, о предотвращении. А что такое предполагаемый? Да, вот что там? Положение закона? То есть кто-то предполагает, что у вас в семье происходит насилие. И анонимно может позвонить в полицию, полиция, специальный отдел полиции, который уже, кстати, создан, приходит и начинает разъяснять, что у вас происходит, как живут ваши дети, а случайно не додаете ли вы тиграм мясо. То есть могут любой человек влезть в вашу семью, влезть в ваш холодильник, без суда и следствия отобрать вашего ребенка и поместить его в убежище, которое, кстати, сейчас очень активно строится и пропагандируется, а потом и в патронатную семью, которые тоже получают большое финансирование из международных организаций. Давайте все-таки попонятнее попытаемся рассказать, да? Закон призван, декларирует, да, защищать, предотвращать семейное насилие. Каковы критерии семейного насилия? Это избиение ногами на улице или это, скажем, громкий голос в квартире? Что это такое? Нет никаких критериев. Во-первых... Ну, поэтому предполагаемое насилие. Предполагаемое, да, предполагаемый насильник, предполагаемое жертва. Ну, сейчас это предполагаемое, могут, скажем, я так понял, я извиняюсь, что прерываю, насколько я понял этот идиотский проект. Значит, по анонимному доносу, не знаю кого, причем на то я анонимка, с которой так боролись наши псевдолибералы с советской эпохой, на настое анонимного доноса могут просто ребеночка забрать, как это делается в некоторых странах Европы, исходя из предполагаемого факта насилия, причем абсолютно недоказуемое. Правильно понимаю? Абсолютно нетребующее доказательство. То есть могут как-то войти в вашу семью, скажем, вы там наорали на своего лоботряса, что я делаю 24 часа в сутки, кстати, на моих дворечах ору благим матом, да, и могут забрать, даже и ребеночек может сам... Этому это расценивается как по этому закону, как психологическое насилие. То есть нет никаких критериев, что именно такое психологическое насилие. То есть любое действие, которое повергает человека в душе, выводит человека из душевного равновесия и причиняет ему страдания. Понятно. Ладно, давайте спросим Асмик Петросян, да, мы будем, я заранее это хочу предупредить, мы будем с армянского на русский перескакивать, с русского на армянский. Если что-то непонятно, звоните 010-56-09-01, мы объясним. Итак, госпожа Петросян, вы фактически директор детского садика, да? Да. У вас дети, и помимо того, что вы директор детского садика, вы достаточно такой занятой человек, вы еще и занимаетесь той общественно-пропагандистской, да, не нужно бояться слова пропаганда, работой. Суть, который сводится к тому, что вы выступаете против закона о семейном насилии. Ваши причины, и почему именно так и решили? Да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пропаганда лесбийской любви Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Оставим гомосексуальные стороны Уйдем на рекламу После рекламы мы вернемся и попытаемся все-таки разобраться, ребят Мы снова ушли в частности Давайте разберемся все-таки, что же происходит Реклама Грани правды понятны о сложном Грани правды понятны о сложном На самом деле сложно, ребят Сложно понять, в чем смысл внедрения этого закона, да, закона о предотвращении семейного насилия Вот я буквально два пункта озвучу, и вы мне попытаетесь объяснить, да, почему Пункт номер один В интернете активно гуляет информация, что некие организации, которые занимаются предотвращением, да, вот этого всего Вернее, продвиганием этого закона Вроде бы они получили, не знаю откуда эта цифра, около пяти тысяч звонков Сигналов, то есть, как советский, вот Армен Веленович очень любит эту фразу, да, в советские времена, тридцать седьмой год, что типа в семье насилие И исходя из этого, у нас катастрофическое положение в стране, надо срочно спасать семьи Отчего, эти люди, конечно, не объясняют, то есть, пустыми глазками смотрят, то есть, с телеэкрановый, с различных, скажем, там, ютуб роликов, да Пытаются нас убедить, что у нас аховая ситуация И поэтому возникает вопрос Который я адресую также этим людям, этим организациям, которых, пользуясь случаем, приглашаю в студию Чтобы пропонировать И вот первый же мой вопрос Почему в Республике Армения при наличии уголовного кодекса, где четко прописано, что насилие одного гражданина Республики Армении По отношению к другому граждану Республики Армении Карается законом Зачем нужно снова придумывать что-то, да Предположим, условно, муж избил жену Сажай Сажай Жену Ну, по-другому же Неважно Сажай Мать подняла, я не знаю Знаете, мне кажется, вся соль в этой расплывчатой такой терминологии Вы согласны со мной? Конечно, да Там нет ничего конкретного абсолютно Это все манипуляции А если говорить о этих 5 тысяч оставим в покое Если о реальных цифрах говорить, то по данным полиции за 2014-2015 год Дети, пострадавшие от семейного насилия, было только 8 и 11 случаев в семье То есть мы целую финансовую систему, целую организацию с проникновением в семью, с подключением учителей и врачей в виде шпионов, которые будут следить за нашими детьми С подключением разных соседей, анонимов и непонятно что Которые тоже будут иметь право доносить Их тоже будут иметь право входить и создавать проблемы семьи Именно вокруг этих 8 и 11 случаев Все остальные случаи, которые говорят Простите И один из них, уважаемый мной человек, не буду называть имени Сказал, да ладно, все будет хорошо, что ты паришься Как-то вот так Я спрашиваю, ребят, зачем? Вот объясните мне, пожалуйста Армей Велимович, может вы мне объясните, зачем? Ну, конечно, ну, во-первых, это так называемая, главное, тут уже я скажу ничего нового Понятно, что это так называемая жизнь в постмодерне, которая, да, глобализация та, которая считает, что ничего существового не существует Нет ничего личного, нет ничего частного, нет ничего своего личного Поэтому разрушаются основы того, что составляет национальное государство по всему миру Как известно, основным зерном, основным фундаментом, кирпичиком построения любого государства является семья Не зря еще в древние времена семья считалась и считается малой церковью Поэтому всякий человек, разрушающий семью, считал, что он разрушает церковь Поэтому к нему применялись очень суровые меры наказания Ну, бог с ними, с прошедшими временами Речь идет о том, что хотят нам впарить закон Причем организация очень интересного толка Нам хотят впарить закон, где есть термины, которые вообще не существуют ни как в юридическом плане, ни как в научном плане То есть нет понятия психического, психологического насилия Я просто, когда слушаю, очень часто несколько раз говорил с такими товарищами И вот я хотел сказать, вы скажем, вы знаете, да, когда мы говорим насилие в семье, мы подразумеваемся, что муж там наорал на жену, там, я не знаю, давил его, фингал наставил, да А если, скажем, жена как-то изводит мужа, да, не применяя Это тоже же психическое насилие Но мужик никогда же в голову не придет, там никого-то настучать То есть мы, скажем, эту сторону вопроса не рассматриваем Или другая сторона вопроса Нет, нет, я сейчас закончу свою мысль Вот эти организации, которые вдруг так, они так Озаботились Озаботились, значит, правами наших малышей А почему они выступают за аборты тогда? Еще не рожденных детей Почему они так рьяно проводят, постоянно, я знаю этих людей Это те же люди, да, которые говорят, вот ребенка есть свои права, ребенка есть свои права А почему же эти же самые организации не защищают не то, что право на, скажем, на психологический комфорт А на свою физическую жизнь Это же те же организации И почему же? И потому что они выполняют специальный заказ Они сами просто, эти кретины, не понимают, какой заказ они выполняют Они являются марионетками тех движений, тех страшных глобалистских, так, постмодернистских движений в мире Которые направлены на разрушение всего и вся Чтобы мы создали из всего планеты Земля, кроме, ну, их тоже в том числе Какой-то серой массы людей, общечеловеков, таких глобиков, да, как говорил Сергей Ирманович Которые вообще ничего из себя не представляют Нету ни семьи, ничего Это разрушается все и вся Эти, я не знаю, как этих людей назвать Которые на гранты существуют Да, они продвигают идеи Они думают, что эти деньги они смогут как-то переварить Они не переварят это Есть наказание, существует наказание, которое не в их мире существует А есть наказание, которое люди потом будут спрашивать себя, что же с ними произошло Они проводят те идеи, которые уже в нашем мире, уже в нашем мире себя исчерпали Это такая инерция, разрушающая страшные волны, которая, надеюсь, пока прекратилась Я очень на это надеюсь, потому что выборы в США в том числе, да, победили кто? Победили те люди, которые опираются на семью Это люди, которые опираются на традиционные ценности Это люди, которые опираются не на родителей один, родителей два А на папу и маму это люди, которые опируют традиционными ценностями И именно эти ценности Эти ценности 5000 лет тому назад создали человеческую цивилизацию Благодаря этим ценностям Можно к ним относиться хорошо или плохо Все-таки сделали то, что мы до сих пор существуем на этой планете Теперь про ценности Все-таки вернемся к нашим гостям, да Ребят, я так и не получил ответ на самый главный вопрос Давайте смоделируем ситуацию Вы будете отвечать, да или нет У нас нету критерия семейного Нету критерия насилия, да То есть, условно говоря Если я, мой ребенок пришел со школы Я ему говорю Да, вот скажем Давид Иди делать уроки Заставляю Иди делать уроки быстро Это насилие или не насилие? По данному закону это может быть расценено как насилие Потому что он испытывает дискомфорт от того, что вы его заставляете Например, в Норвегии уже в школах висят объявления Если родители заставляют вас делать уроки, звоните по такому-то номеру Нет, не только в Норвегии, это и в Германии есть То, что я точно знаю Ну, я тоже точно знаю В Норвегии висят плакаты То есть, могут прийти, а там в России В России, например, после принятия вот этих законов Появились плакаты Осторожно, злые родители, звоните по этому номеру В России, в путинской России Я хочу это особенно подчеркнуть В путинской России этот закон принят И то есть, заявления этих, да Тех же организаций людей Что люди, которые выступают против этого закона Занимают прорусскую позицию Они несостоятельны То есть, скорее всего, прорусскую занимают те Которые и продвигают этот закон Да, логично? Вообще, те, которые продвигают этот закон Иногда стоило бы вспоминать, что они граждане Армении И они должны продвигать Они не считают себя гражданами Горогие мои, они не считают себя гражданами Армении Это коспополитические люди, которые вообще Они граждане той страны, которая уплачивает зарплату Понимаете, да? Это очень серьезный фактор То есть, эти люди себя армянами не считают То есть эти ваши апелляции, вот если вы ваш сын, ваш ребенок, они вас просто не понимают, они не считают себя армянами, они не считают себя гражданами этой страны. Они считают, что вся армянская цивилизация это один большой стереотип, который обязательно надо сломать, начиная в семье, церкви и всех ценностей, которые мы имеем, потому что иначе мы не можем стать цивилизованными. Они так не думают, они вообще ничего не думают, им дают зарплату в конвертах или перечисляют по каким-то системам, и они выполняют свой заказ. Они не понимают, чем это грозит, они не понимают. Послушаем все-таки, господа-господа. Жаль, что нам не удалось послушать. На самом деле, это было бы смешно, если бы не было так страшно, я просто вспоминаю тоже статистические выкладки, можете проверить, тот же Forage Policy когда-то давал. Статистическая выкладка следующая. Вот эти ювенальные законы, они очень активно работают в США, очень активно работают в Европе, в той же Норвегии, Франции, Голландии. Но знаете, что любопытно, семейное насилие там растет. А Брэйвик-то откуда? Из той же Норвегии, что защитил этот закон этих детей? Я скажу, почему растет. А он стимулирует, закон стимулирует насилие, я не понимаю. Конечно, нет насилия, нет денег. Это все эти убежища, вот это все, это же частная финансовая система. То есть, если насилие сократится, не будет и денег, которые они будут на этом зарабатывать. То есть, у нас получается, что сам закон провоцирует размытыми своими формулировками некие формы насилия, и вместо того, чтобы оно сокращалось, оно идет наверх. Конечно, я понимаю, почему общественные организации эти так заинтересованы, потому что они будут возглавлять это движение, они будут распоряжаться финансами. На каждого ребенка выделяется определенная сумма, это давно известно, это не только у нас. Давайте послушаем директора детского садика, потому что лучше, чем директор детского садика, нам никто не расскажет о том, что же у нас происходит с детишками-то нашими. Давайте честно. Прежде чем обращусь к вам, еще раз приглашаю, ребята, после Нового года у нас будут, грани правды, они будут, есть и были. И после Нового года я приглашаю вас на любой, на выбор, по вашему выбору, передачу, где вы сможете отставить свою позицию, я имею в виду тех людей, которые выступают за принятие этого закона, готов неограниченно давать вам высказаться. Конечно, буду оппонировать, но высказаться дам. Теперь, госпожа Петросян, детский садик, да, сколько у вас детей в садике? 50. 50 детей, 50 семей. Некий срез армянского общества, да, только честно, вот вы общаетесь с детьми, да, у вас там ваши, так сказать, воспитательницы, да, бывает, что ребенок придет и скажет, вот, у меня мама по попе отшлепала, и ребенок избитый придет, бывает так, честно только. Бывает, что приходит избитый ребенок. Ваши действия. Ваши, визуная, чтоotics нет. Продолжение следует... 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 Пали люди смертью храбрых Я уверен, что эти люди выросли в традиционной Нормальной армянской семье Где может быть и отец на них орал И мать орала И эти люди сегодня с оружием в руках И своей жизнью доказали Что они действительно граждане республики Армения Поэтому я преклоняю свою голову Перед папами и мамами Тех солдат, которые погибли сегодня И вообще гибнут И те, которые защищают с оружием в руках Нашу родину, нашу дорогую, любимую всеми нами Армению Заканчивается год Я просто Немного тоже от себя скажу Дай Бог мирного неба нам всем Дай Бог детям нормальных родителей Родителям дай Бог мудрости Нормально воспитывать наших детей Хочу просто, я знаю, что больше мне слова Не будет предоставлено Поздравить Кто я такой? Да тот самый Я хочу поздравить всех наших радиослушателей С наступающим Новым Годом С праздником Святого Рождества Христова Дай Бог снова мирного неба Дай Бог пусть и наши солдаты Солдатики, офицеры И все наши воины Вернутся домой с победой И целой и невредимой Да хранит Бог Армению Да хранит Бог вас, наши дорогие гости Которые столько работают На этом плане Очень много делают положительного Для моей Родины Большое вам спасибо С наступающим, друзья мои И наверное последнее мое слово Даник все-таки смотрит уже на меня Знаете Поздравляю вас всех Уважаемые радиослушатели С наступающим 2017 годом 2016 был очень тяжелый Для нас, для всех Мы прошли все Войну Надлом Мятеж Мятеж Внутренние психологические ломки Вот тот же закон Знаете, у меня ощущение Что в стране идет постоянная Какая-то борьба Между Добром и злом Черным и белым И вдруг я себя ловлю на мысли Что эта борьба То она идет Последние пять тысяч лет Знаете Не сегодня Не вчера И даже не позавчера Пытались нас Обмануть Оболгать Нагнуть Все-таки Вот у меня есть Как пример Да Причины геноцида Армян 1915 года Самой главной причиной Я считаю Это легковерие И то, как Наш народ Поверил в очередной раз Посулам Да, так даже Младотурковым Был вырезан Сейчас Младотурки Намного страшнее Они среди нас Я ни в коей мере Не хочу ярлыки вешать И не буду называть Ни имен Ни организаций Но помните одно Если кто-то Придет к вам в дом Отбирать Вашего ребенка Раскройте ему Голову топором Если кто-то Вдруг Попытается Бросить тень На нашего солдата Плюньте ему В рожу Если кто-то Попытается Усомниться В том Что наша страна Рано или поздно Встанет с колен Проклините Этого человека Я говорю Очень Радикальные вещи Но поверьте мне Наверное Это и есть По мне Все то Что делает Нас Народом Давайте не будем Бояться Друг друга Давайте не будем Бояться Говорить правду С наступающим Вместе с нами До встречи В следующем году С вами были Грани правды Егор Глумов Арман Абувян И Армин Астмат Встретимся В 2017 В 2017